Приветствую вас, и наверное, в первую очередь вам нужно спросить у себя, что вам делать, что бы что. То есть, пока что на данный момент, я бы сказал, не совсем понятны ваши цели. То есть, вы выбрали мужчину, который старшивался на 12 лет. Вот, значит, у этого есть своя история, у этого есть свои моменты, у этого есть свои причины, свои основания. Вот, почему вы выбрали именно этого мужчину, в следствии чего вы выбрали этого мужчину, как вы его воспринимаетесь. Насколько вы воспринимаете его, как мужчину действительно, или он для вас в какой-то степени является отцом. То есть, самая старая, большая родительская возраста, это практически всегда про традиционирование мужчины, как родители, больше. То есть, это неравноправные такие, неравноправные отношения. Вот, и, соответственно, здесь могут быть свои трудности, здесь могут быть свои какие-то проблемы. Вот, и вам необходимо разобраться в себе в этом. Вам необходимо понять, каким же человеком вы воспринимаете, как вы его воспринимаете, кто он, условно говоря для вас. Кто он. Вот. С кем и как вы себя с ним чувствуете, да? То есть, чувствуете ли вы себя с ним, например, в большей степени женщиной или чувствуете ли вы себя с ним в большей степени ребенком, или чувствуете ли вы себя с ним, там, например, защищенной в большей степени, или чувствуете ли вы себя с ним как ты еще, да? То есть, это все нужно разобраться. Дальше. Ваши братья, которые против, не совсем понятно, почему они против, как бы, какой вообще они имеют право вмешиваться в вашу личную жизнь, да? Почему они это делают, почему они вмешиваются в вашу личную жизнь, это то, что не совсем, на мой взгляд, ясно здесь. Вот. Какое им дело до того, что мужчина старше их, тоже не совсем понятно. Дальше, вы говорите, я боюсь, что они не поладят, а в какой стати они вообще должны ладить? Вы живете со своим мужчиной или строите с ним свои отношения, отношения вы строите с ним, свою семью, с какой стати должны ладить они. Нет? Вот. Согласитесь. Нет. Какая-то странность. То есть, вы со своим мужчиной, это одно ваше братье, а другое. Дальше. Вы говорите, я боюсь оказаться между двух огней. Огней. Смотрите. Вы, действительно, можете оказаться между двух огней, в том случае, если будете, во-первых, стараться всем угодить. Всем угодить божать не нужно. И всем угодить не получится, потому что есть вещи, которые взаимо-взаимоисключают друг друга. Вот. А дальше, мне кажется, что и братья, и ваш мужчина влияют на вас, а именно влияют. То есть, вот, точка зрения, позиция, то, что вам пытаются внушить. Условно говоря, два лазера, да, и я понимаю, что вы боитесь оказаться между двух огней. Ваша задача научиться отфильтровывать то, что, например, вам не подходит. Вот. Именно отфильтровывать, что-то вам не подходит. Для чего? Чтобы что? Обфильтровывать для того, чтобы четко понимать, чего хотят люди, чего хотите вы. Ну и заставлять приоритеты. К примеру, если вы за главу угла, допустим, ставите, ставите интересы своих братьев или ставите интересы своего мужчины, интересы ставите. То, скорее всего, вы будете зависим от этих отношений просто потому, что, ну, вот, люди чувствуют и видят, когда их ставят выше, чем сам человек себя ставит. Вот. И напротив, если вы будете ставить интересы свои выше, интересы других, то тут момент будет такой, что не всем это понравится, и кто-то от вас отвернется, но по большому счету, те отношения, которые вы будете ставить, будете вы ставить в своей позиции, что вы ценны. В первом случае ситуация будет такова, что вам не придется нести ответственности, тут меньше-меньше будет личной ответственности, но больше будет какой-то такой зависимости, больше будет подчинения, больше будут, ну, действий, которые вам не очень-не очень нравятся. Например, вот, это в первом случае, во втором же, во втором же случае, вам будет, скажем так, несколько легче, потому что, в первую очередь, вы будете чувствовать, ээээ, вы будете чувствовать, ээээ, Соответственно, будете больше, наверное, именно контролировать то, что с вами происходит, с большим счетом. Вот, вот в принципе то, что можно вам сказать в этой ситуации. Дальше. Сама не уверена, люблю ли я его? Ну, давайте здесь, на самом деле, немножко подумаем. Немножко подумаем. Давайте немножко подумаем. Что? Во-первых, мы понимаем, что любовь. Да? Что мы понимаем? Что мы понимаем? Вот любовь. Любовь. Вот именно. Конкретно. Что мы понимаем? Любовь. Что такое для нас любовь? Ну, для вас. Что такое любовь. Ну, вот. Это важно. Очень важно. И, в первую очередь, внимание вам свое обратить нужно именно на это. А дальше уже будет видно. А дальше уже будет видно. Как и что. Но. Но. Пока что. Пока что. День заключается именно в этом. Именно в этом. В том, чтобы вы подумали, что вы хотите для любого, ну, для мужчины. И хотите ли вы, там, вообще для него что-нибудь, с самого самого. Как бы. Любовь, это, все-таки, такое ощущение, с такой вот, такая, интенция. Если угодно, это такая интенция, когда человек, а, что-то хочет для своего партнера. Вот. Если вы для своего партнера особо ничего, особо ничего не хотите, например, то, да, в таком случае, вы, возможно, его не любите. Либо, либо, если вы, ну, хотите от него, там, образно говоря, что-то получать. Да. То есть, если у вас, вот, есть именно, вот, такая потребность, получать что-то от своего партнера. Не давать, не отдавать, а именно получать. Вот. В том, что вы можете, например, а, хотеть, например, а, что-то получать, ничего плохого нет. Но, для вас имеет смысл, анализовывать это, самостоятельно. Вот. Вот. Если вы не верны, что вы его любите, то вам задают вопрос, а то же, ну, вопрос, да, задают вопрос. Как дело дошло до, ну, до замуж, в таком случае. Как дело дошло до того, что вы, там, по большому счету, за него, вот, замуж выходите, ну, братья ходили там. Вот. 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 Этот момент, тоже, ну, на мой взгляд, не ясный. И его, и на мой взгляд, тоже нужно разобрать и рассмотреть. Вот. Потому что, в противном случае, ну, вот. ситуация может закончиться очень-очень печально и грустно именно в силу того, что вы, ну, сделаете выбор свой, совсем не в соответствии с тем, что вы чувствуете. Ну, правда, ну, ни к чему хорошему не приведет вас. Вот. Поэтому вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы дает. Да. Дальше. Он тот человек, который всегда думал и мечтал. Он тот человек, о котором вы всегда думали и мечтали. Ну. Хочется спросить. Убался. Хочется спросить. А как можно мечтать о человеке? Ну, то есть, как можно мечтать о человеке, если вы даже не знали, какой он будет. Если вы мечтали, значит, еще до начала отношений, у нас уже была определенная потребность в чем-то. И именно эту потребность вы пытаетесь реализовать. Побрайте меня, пожалуйста, если я сейчас не брат или если я ошибаюсь. Ну, это очень важный, на мой взгляд, момент. Потому что насколько вы аутентично воспринимаете мужчину, насколько вы аутентично воспринимаете своего партнера. Что-то такое аутентично. Аутентично это в контексте, в контексте, в контексте своих... Аутентично. Вот. Такая вот история. Такой момент. Больше прислушиваться к себе. Я бы рекомендовал. Больше прислушиваться к себе. Я бы рекомендовал. Меньше прислушиваться к себе. И работать немножечко, может быть, с уверенностью. С уверенностью в себе. Точнее, с нацелке, возможно. Ну, это как-то вот пойдет на пользу вам для того, чтобы вот эту ситуацию разрешить. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его отзывку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok